Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 апреля, Православная Церковь совершает память преподобного Исаакия Далмацкого. Преподобный Исаакий Далмацкий жил в IV веке. Приняв постриг, подвязался в пустыне. В годы царствования императора Валента, ревностного сторонника Ереси Ария, начались преследования православных, закрывали и разрушали храмы. Узнав о гонении, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных. В это время варвары-готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю. Они захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул. «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Но император, не обращая внимания на слова монаха, самоуверенно продолжал путь. Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество. Рассерженный император приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником. На дне оврага было болото, выйти из него было невозможно. Но преподобный помощью Божией остался жив. Вышел, догнал императора и сказал, «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным, и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным Сатурнину и Виктору взять преподобного и держать в заключение до его возвращения. Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником Арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими. После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. Когда на престол был избран святой царь Феодосий Великий, он по совету Сатурнина и Виктора призвал к себе старца, встретил его с великой честью, просил святых молитв и исполнил все его наставления. Изгнал Ариан из Константинополя и возвратил православным храмы. Преподобный Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его не уходить из города и ограждать его молитвами. В предместе Константинополя они построили для святого жилище, куда к нему собрались иноки. Так возникла обитель игуменом и духовником-наставником, в которой был преподобный Исаакий. Он оформлял также и мирян, много помогал бедным и страждущим. Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого стал называться монастырь. Скончался преподобный Исаакий в 383 году, память его празднуется также 30 мая по старому стилю. Множество храмов освящено в честь этого святого. Так, православным символом Петербурга является Исаакиевский собор. Современное здание собора является четвертым петербургским храмом в честь Исаакия Далмацкого, возведенным на месте собора спроектированного Антонио Ринальди. Автором проекта четвертого собора, которому предназначалось стать главной православной святыней империи, стал архитектор Агюст Монферран. Строительство курировал сам Николай I. Председателем комиссии о построении собора был Карл Опперман. При возведении здания использовались новые для того времени строительные технологии, что повлияло на дальнейшее развитие архитектуры XIX и XX века. Сооружение здания и работы по его оформлению продолжались с 1818 по 1858 год. Исаакиевский собор считается самой поздней постройкой в стиле классицизма. Освящен во имя преподобного Исаакия Далмацкого, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти 30 мая по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священомученика Василия Пресвитера Анкирского, мученицы Дроссиды, дещери царя Трояна. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!